Добро пожаловать на наш атомный семинар. Пожалуйста, занимайте свои места, мы начинаем. Благодарю еще раз всех, кто пришел вовремя, за оказывание доверия. Надеюсь, информация, которую вы сегодня получите, будет вам очень полезной. Перед вами план семинара, я думаю, многие ознакомились с ним. Первый блок будет составить из двух частей, знакомство с компанией и маркетинг-план, часть первая. Далее будет перерыв. Мы накроем небольшой стол, желающие смогут прогуляться, покушать где-нибудь, можно в отеле, можно где-нибудь снаружи, можно перекусить здесь. Далее будет маркетинг-план, часть вторая. И будет лидерский блок, мотивационный лидерство. Это такой бонус от наших тренеров. Далее будет небольшой перерыв, после чего я расскажу вам о восьми шагах успеха и об истории мастеров. История успеха мастеров. Далее мы немного расскажем о продукции, будут отзывы и сделаем лотерею. На вот этом столе все, что вы видите перед собой, это для лотереи. Пока участников меньше, чем призов. Посмотрим, как ситуация изменится к концу семинара. Так, для начала, давайте я немного расскажу о нас с супругой. Меня зовут Владимир, мою супругу зовут Мика. В 2016 году мы переехали в Нижнюю Корею по обстоятельствам. Не зная языка и будучи непрофпригодным в стране с высокой конкуренцией, было очень сложно. В первое время я хватался за любую возможность заработка. И мне понадобилось около трех лет, чтобы выйти на достаточный заработок, чтобы нормально жить в Корее. Это примерно 3-4 тысячи долларов. Сначала я занимался вентуритмом, затем делал сайты, делал это все параллельно. Последний год я преподавал русский язык. Мне это дело нравилось, оно приносило деньги. Но была одна проблема. Не было уверенности, что все будет хорошо в следующие месяцы, потому что студентов находишь сам, не знаешь, когда у тебя будут занятия. И я был подневольным человеком. Я не мог контролировать свой график, и чем больше было у меня уроков, тем было лучше. Соответственно, чтобы зарабатывать 3-4 тысячи долларов, приходилось работать с утра до ночи, без выходных. В этом году весь январь я уходил из дома в 5 утра, в 5.30, возвращался в 11-12 ночи. То есть я когда уходил, все спали, когда приходил, все спали. Я не видел, как растет моя дочь, и мне ситуация эта не очень нравилась. В то время я был уже знаком с компанией Атоми. Познакомился я с компанией в прошлом году, в октябре. Когда на курсах корейского языка я заметил одного человека, который был всегда очень занят. Она приходила на занятия редко. Когда приходила, она могла прийти на занятия, зазвинить телефон, она уходила и не возвращалась. Во время занятия она могла выбегать из аудитории 10-20 раз, отвечая на звонки. Мне было очень интересно, чем она занимается. Я хотел быть с ней в этой команде, где столько много работы. Первый раз, когда я к ней подошел и спросил, она сказала, что просто отправляет товары из Кореи в Россию, в СНГ. Напрямую из заводов. И сказала, что ей не нужны помощники. Далее, в следующем семестре, когда я уже был более настырным, начал расспрашивать, что это такое. Она мне рассказала подробнее. Сказал такую фразу, объяснил, как все это работает. Я ее слушал, слушал, в один момент я задумался, это что, сетевой маркетинг? Она сказала, да. Я подумал, подумал, сказал, хорошо, регистрируйте. Потому что регистрация была бесплатной, было открытие России, в планах было открытие Казахстана. Я подумал, ну, может быть, это хорошая возможность. Потому что в Корее каждый день я искал возможность заработка. Несколько часов, все время, когда была возможность, я все искал, как же можно заработать, чтобы обеспечить семью. Но, познакомившись с компанией, я не рассматривал ее сразу как заработок. Потому что у меня было неполное представление, как все работает. Я думал, что это очередной сетевой маркетинг, ничем не отличающийся от всех остальных компаний. Мы просто начали пробовать продукцию. Я подумал, прежде чем что-то кому-то рекомендовать, мы убедимся сами в этом качестве, о котором так твердит компания. Мы заказывали для дома постепенно, постепенно, все больше и больше. И в январе, когда моя супруга зашла в личный кабинет, увидела, как он разросся, хотя мы ничего еще не делали. Она подумала, что добро пропадает. И начала публиковать свои первые отзывы в интернете. Я был счастлив, потому что у жены наконец-то появилось хобби. Я не думал, что это приведет нас к какому-то заработку. Я подумал, раз у жены есть занятия, супер. Однажды ночью, когда я пришел очень уставший, потому что всю неделю спал где-то 3-4 часа в среднем, жена плюхнулась на кровать и сказала, что она очень устала. Я задумался, ты весь день была дома, почему ты устала? Она мне сказала, я весь день работала. Я у нее спросил, что ты делала? Она сказала, я сделала три поста в Инстаграме. Тогда я задумался. Я работал, потому что я принес домой деньги. Вот 400 долларов, которые я сегодня заработал. Где деньги, которые заработала ты? Тогда я не понимал, какую работу проделывать моя супруга. Я задумался об этом только тогда, когда мы получили первое вознаграждение от компании в конце января. Когда жена попросила провести вместе с ней один эфир в Инстаграме. После этого эфира у меня появилось много вопросов, на которые я не знал ответов. И да, я начал изучать. Я начал искать информацию, изучать, копать глубже, глубже. Я хотел разобраться в этой системе и найти в ней изъянку, потому что я был уверен, что где-то компания людей все-таки обманывает. Так или иначе. Потому что у меня было такое убеждение, что во всех сетевых компаниях есть какие-то подводные камни. Я копался глубже и глубже, и чем глубже я искал информацию, тем больше удивлялся, насколько в этой системе все продумано для людей. Я не мог поверить, что все работает именно так. Каждый раз, когда я узнавал какую-то новую информацию, я связывался со спонсорами в Корее и получал подтверждение. На самом деле это так, как я понял. Неужели все работает именно так? И в середине февраля я решил бросить все то, чего я добился в Корее за три года, и полностью погрузился в Атами. Сегодня я не жалею об этом решении. Потому что в марте мы уже с супругой вышли на доход, на пассивный доход, его можно назвать пассивным, в 2000 долларов. Если быть точным, в марте мы получили 1890 долларов. За счет оборотов, которые сделали наши партнеры. Самое приятное, то, что каждая покупка, которая была совершена нашими партнерами, принесла им еще больше радости, чем нам. Это очень приятно, когда ты отправляешь продукцию знакомым, друзьям, просто людям, которые тебе доверились, и от которых потом получаешь такие классные отзывы. Еще ни один человек не сказал нам негативного отзыва, не дал им никакой негативной оценки по продукции. Все восторги. Все восторги в качестве, в результатах. Сегодня мы можем назвать себя автоматическими мастерами продаж. Мастер продаж – это первая ступень в атоме. И автоматический мастер продаж – это мастер продаж, который уже уверенно стоит на этой ступени. То есть это тот человек, который добился пассивного дохода в 3-4 тысячи долларов, и доход этого человека растет. Когда человек доходит до этой ступени, дальше успех уже неизбежен. Дальше идет только рост. В Корее говорят, что если ты дошел до этой ступени, то ты прошел половину пути в атоме. Дальше вопрос времени и твоих действий. Еще раз спасибо за внимание. Так, поднимите, пожалуйста, руку, если здесь есть присутствующий, кто еще не зарегистрирован в компании. Хорошо, хорошо, спасибо, отлично. Окей. Я хочу познакомить вас с компанией. Для начала познакомлю вас с президентом компании – Пак Хангиль. Кто был позавчера на официальном семинаре, смогли познакомиться с Пак Хангилем через его лекцию. Все лекции, которые Пак Хангиль читает, они такие очень живые и страстные, у него спрашивают часто, «Пак Хангиль, зачем ты читаешь эти лекции? Ты президент». Обычно президенты не любят часами стоять на сцене, читать лекции, работать, подеть, много говорить. Зачем ты все это делаешь? Он сказал то, что мне сказали, что я это делаю лучше всех. Пока еще не нашелся человека, который бы делал это лучше, чем он. Поэтому он этим занимается. Пак Хангиль, прежде чем создать компанию «Атоми», имел 9 лет опыта сетевого маркетинга. Когда он впервые познакомился с идеей сетевого маркетинга, он влюбился в эту идеологию, в эту возможность для каждого человека построить независимый бизнес и получать доход. Он искал компанию, в которую бы он мог это осуществить, осуществить свою мечту. Его мечта была помогать людям. Но за 9 лет он разочаровался. Он разочаровался сетевого маркетинга, потому что всегда находил подводные камни, всегда находил те или иные моменты, в которых люди или теряли деньги, или ничего не добивались. И он начал искать компанию, которая бы соответствовала той идеологии, с которой он познакомился вначале, когда узнал о сетевом маркетинге. Он не нашел такую компанию. Поэтому он решил создать ее сам. Основной идеологией Атами было понятие настоящей свободы, чтобы каждый человек мог обрести настоящую свободу. Что такое настоящая свобода? Это свобода времени. То есть, когда вы можете распоряжаться своим временем так, как вы считаете нужным. Работать тогда, когда вы считаете нужным. Засыпать и просыпаться тогда, когда вы хотите. Далее, это свобода действий. Когда вы можете делать все то, что вы захотите. И свобода денег. Когда у вас хватает денег, делать все то, что вы хотите, и распоряжаться временем, так как вы хотите. Это была его цель. Дать каждому человеку инструмент, стать по-настоящему свободным и быть способным помогать ближнему. Он обратился к своему другу Ким Чи Бонгу, президенту Колмор Бейн Эйч. Кто знает, кто не знает, Колмор огромная организация, которая выпускает большую линейку продукции. премиум, люкс-классов, лакшери-классов. На этом слайде покажу примерно то, что выпускается в Корее. Вот Шанель, Лангком, Шесейда, Эмвей. Это у многих брендов из этих вам знакомы. Они все производятся на заводе Колмор. Вся продукция, которая относится к линейке здоровья и красоты в Атоме, также производится на заводе Колмор. Когда Пак Ангель обратился к своему другу и сказал, слушай, у меня есть такая идея. Я создам новую сетевую компанию, и мы будем предлагать продукцию высшего качества. Это будет премиум-люкс-продукция, но по цене масс-маркета. Мы не будем делать никакой накрутки. И тогда его друг сказал, ты, наверное, сумасшедший, а откуда деньги мы будем брать? Как мы будем зарабатывать? Он говорит, мы будем зарабатывать количеством. Мы будем зарабатывать тем, что все к нам прибегут. Потому что если у нас будет лучшая продукция, лучшие цены, нам не нужно будет ничего рекламировать, нам не нужно ничего продавать. Люди сами прибегут и будут покупать, рассказывать об этом своим друзьям. И так мы захватим весь мир. И его друг тогда не поверил, что эта идея сработает, потому что это была такая романтическая идея. Но контракт был подписан, и он сказал, хорошо, принеси мне такие продукты, которые наш завод захочет изготовить. Тогда в дело вступил следующий человек. Доктор Бюн Мингу. Это человек с большой буквы в области науки. Здесь его легалии. Хочется отметить, например, то, что он был выбран Кембриджем как один из самых лучших ученых мира в топ-100. Четыре года подряд. То есть четыре года подряд он был в этом списке. На данный момент он работает профессором биологических добавок и биологической науки в корейском университете.